Тот, кто стал яхтменом, мечтает стать лучшим среди лучших. Сегодня мы собрались для того, чтобы поздравить этого человека и оказать ему все почести. И победителем яхтмена года стал Анатолий Логинов. Спасибо, друзья! Спасибо вам огромное за то, что вы тратите так много времени. Сил, свет, свет. Добрый вечер, друзья! Мы сегодня находимся на номинации Яхтсмен года. С нами рядом Алексей. Он выиграл номинацию... Да, я выиграл номинацию «Золотой объектив». Наконец-то! Меня зовут Алексей Жиров. Здравствуйте, ребята! Привет! Скажите, впечатления ожидали вы выиграть или были настроены? Какие эмоции вас переполняют? Вы знаете, не первый раз я выдвигаюсь на эту номинацию, но я постоянно от нее отказывался. Потому что, в общем, работал на федерацию и как-то вот, ну, совесть, что ли, побеждала. А тут вот она не победила. На самом деле, конечно, шучу. Просто члены жюри настояли, сказали, что нет, ты должен победить, ты должен забрать эту номинацию. Спасибо им огромное. На самом деле, действительно, достаточно много работы проведено и много отснято материалов. И со Стефой Елпутина я три года работал там и на чемпионатах мира, и на предолимпийских регатах и так далее, и так далее. В общем, приятно, приятно получать награды. Друзья, ходите под парусом. Откройте для себя этот мир. Огромный, шикарный мир, который перевернет вашу жизнь. Добрый вечер, Денис. Вы являетесь победителем. Вот расскажите, как вам удалось это сделать? Ну, во-первых, не я один победитель. У нас целая команда. Я просто являюсь членом этой команды. Ну, как это удалось сделать? Вся команда наша работала максимально. Все старались показать максимальный результат. Поэтому люди оценили это и признали нас лучшей команды. А вообще сейчас эмоции, какие вас переполняют? Что вы чувствуете, гордость за ваш успех за сегодняшний? Ну, радость, хорошее настроение. Я очень рад за всю нашу команду, за всех ребят, которые работали на протяжении всех четырех лет и готовились к Олимпийским играм. Не всем удалось показать максимум своих возможностей, но могу сказать точно, что все ребята старались показать этот максимум. Мы желаем вам в следующем году, чтобы вы были снова чемпионами и покоряли моря. Спасибо большое. Будем с тобой. Уля, ты с вами в очень красивом зале города Москвы. Что вы здесь делали? Какие у вас эмоции переполняют? Ну, действительно, вы правы, да, мы находимся на прекрасной премии года. Я первый раз здесь очень тронута. Приятно видеть знакомых, совершенно знакомых и организаторов, и капитанов, шкиперов наших. Ну, и, соответственно, самых известных их сменов года. Ну, приятно, приятно, что парус в России, да, вот на сегодняшний день, яхтинг, это просто я... Ну, мне кажется, мы начинали это лет 30 назад, и были, наверное, первые единички по Европе, а сейчас практически этим болеет каждый. Пускай это будет единственная болезнь, и я настолько вот приятно удивлена, что за столько лет, за эти годы, в общем-то, парус проник, наверное, в сердца каждого из нас россиян. Это ваше хобби сейчас, парус? Ну, в данном... Это было хобби. В данный момент, наверное, сказать, здесь его профессиональный уже подход. Мы, наверное, единственные принимающие, терапират от Греции, Nomus Travel, которые занимаемся проведением регат, флотилии и корпоратов, программ тимбилдинга. И на моем, как бы, у нас есть школа, обучающая в IT, и здорово, потому что приходят люди совершенно не знающие, не умеющие. И сегодня я видела многих своих учеников, которые говорили спасибо, да, это здорово, и мы влюбились, и это нас тронуло. Так что, не знаю, дай бог, чтобы все это было, и это премия. Я буду каждый год приезжать теперь. Что вы пожелаете будущим яхтсменам в новом 2017 году? Ну, побед, конечно же, побед. И тех, кого пока это не тронуло, не коснулось, я думаю, что пускай это будет единственная болезнь, яхтинг и парус, с которой заболеют все мы, как и я. И удачи всем, спасибо огромное. Скажите, что вы выиграли? Ну, на самом деле, мы месяц назад выиграли национальную парусную лигу, и сейчас просто, пользуясь случаем, нас наградили и вручили нам кубок. Какие эмоции сейчас у вас? Ну, на самом деле, эмоции самые радостные. То, что нас, во-первых, включили в шорт-лист, как лучшая команда года, потому что в нашей команде и в нашем их клубе участвовало 11 человек на протяжении всей национальной парусной лиги. Нам, конечно, очень приятно. Мы поздравляем вас и желаем в следующем году взять такую же премию и быть лучшими. Спасибо большое. Конечно, возьмем. Удачи. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok